Всем привет, друзья! С вами Кентавер, мы находимся в игре City Skylines и, само собой, добро пожаловать на очередную серию по данной игре. Что ж, игра у нас замечательная, получается у нас все замечательно, но дело в том, что мы должны развиваться, мы должны менять город к лучшему, мы должны его прям увеличить, мы должны всем предоставить все необходимое для того, чтобы город развивался, чтобы люди жили здоровыми, счастливыми и чтобы родились детишки, чтобы рождались детишки. Потому что здесь, именно в этой вот части игры, это у нас Sunset Harbor, это, скажем так, грубо говоря, не обзор по обнове, но все-таки прохождение по данной обнове, это последнее обновление игры. Поэтому здесь, вроде бы как, есть даже детские сады, и здесь самое главное, на чем, как бы, зациклена игра, это рыболовство. Это очень важный момент данного обновления. Так что, вертолетики даже летают, ты их там видишь, вертолетики летают. Так, секундочку, нам нужно сейчас уже взять город в руки и начать прохождение, начать выживание, потому что здесь очень все жестко, как бы, надо выживать прям жестко. Потому что иначе у тебя деньги упадут, нифига не будет, и все будет очень плохо. Проблема. В чем сейчас проблема? Я прочитал все ваши комментарии, я у вас это вот все увидел. Давайте сначала сделаем такой маленький обзорчик по нашему городу, чтобы люди понимали, что мы тут вообще строим. Чтобы вы понимали, это у нас вот такой вот городишко. Находится он на карте вот на этом месте, это прям в центре. Заезд в город через вот этот вот автобан. Тут у нас дорога такая прям серьезная, четырех... нет, трехполосная. Заезжают люди вот через эту вот дорогу, заезжают сюда через круг этот, через, ну, короче, кольцевую, да. И вот таким вот образом выглядит у нас центр города. Дальше. Здесь у нас районы для, скажем так, ну, сна что ли, спальные районы, короче. А здесь это у нас заводики, которые очень сильно загрязняют воздух и все делают как бы плохо. Но для экономики это все очень хорошо. Поэтому в прошлой серии мы с вами сделали вот такую вот рыболовную хрень, не знаю как ее называют. Сейчас мы давайте глянем. Это у нас рыболовецкий порт. Он очень хорош для экономики. Также поэтому здесь ловят рыбу, которую, чтобы я вам, чтобы вам было понятно, везут вот якобы сюда через какую-то вот-вот-вот-вот. Видишь, 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 вот сто процентов он туда едет. Рыбовоз, куда он поедет? Дорога, давайте. Нет, погоди, вот так вот. Сейчас глянем. Стой. Он едет сто процентов вот сюда. Только есть единственное но. Это у нас рыбозавод, для которого недостаточно рыбы, не знаю почему. Но машины сюда едут. Чтобы вы понимали, именно рыбные там эти вот машины, как было, фуры, они сюда приедут, да? То есть они могут заехать сюда вот так вот, как эта вот маленькая, да, машина, и выгрузиться. А вот обратно поехать у них проблемка. Обратно они не могут, потому что... Потому что они у нас выезжают на этот перекресток, а здесь у нас одностороннее, и все, короче, очень плохо. Что ж, значит, эта проблема решается. Сейчас я покажу вам, как эта проблема решается. Чтобы вы понимали, здесь у нас одностороннее. Вот это вот, это вот, да, сейчас, сейчас, вот так вот. Не показано? А что не показано? Не показано. Короче, эта вот дорога, эта односторонняя, которая заезжает в наш город, туда. Вот это вот дорога, которая выводит всех из города. Вот в чем, как бы, проблема. У нас есть вот такая вот развязочка здесь. Но дело в том, что вот эта дорога, короче, которая ведет к заводу, была прикреплена к этой, которая выводит всех из города. Значит, нам нужно сейчас взять, как говорится, силу в руки, или как там это вот, мысли в руки, и что-то тут по-напридумывать. А напридумывать мы будем здесь простенько. Мостецки, друзья мои. Мост будет очень интересно. Слишком чего? Как это так, блин? Это вообще нереально, что это за фигня, блин? Как это? В смысле, мы здесь построили все, как бы, зря. Мы потратили деньги, деньги мы потратили. Ты понимаешь, деньги потратил вот сюда вот. И здесь уже пойдет вот такой вот, 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 но, но, ну, дай же, дай же, дай же сделать вот так. Вот так, нормально, короче. Такой маленький, мастецкий. Нет, давай пошире будем готовиться к тому, что здесь у нас будет дорога все-таки трехполосная. Вот так вот. Шикарно. Мы это все сделали круто. Мастецкий у нас, короче, крутой. Вообще крутая такая тема. Сюда мы его спускаем. И соединяем. А ты как думал? А ты как думал-то? Вот так вот. И он соединяется у нас, вот этот мост. Ну, как бы с этой кольцевой. Самое главное, чтобы здесь у нас не было светофоров. А это значит... Сейчас, секундочку, я забыл, какая-то приоритетная... Не-не-не-не-не-не-не-не, какая приоритетная. Ты че, блин? Приоритетная. Сейчас, давай. Как это делать? Сейчас мы вспомним. Вроде вот так вот. Сюда нажимаем, и у нас есть стрелочки. Шикарно. Давайте посмотрим. Мы ставим обязательно здесь, ставим знак стоп. Обязательно. Вот эти вот машины, которые отсюда с завода будут уезжать, они остановятся вот здесь, фуры, да? Чтобы пропустить большой поток, вот этот поток, которые как бы заезжают в наш городишко. Хорошо. Все отлично. Дальше никаких знаков стоп, нифига. А эти будут пропускать. Светофоры нам не нужны, поэтому мы сейчас запускаем игру, и все будет у нас работать. Прям шикарно. Ты видишь? Решается, решается. Все вообще решается. Мост делает свое. Это значит... Это у нас не одностороннее, надеюсь? Нет, это у нас двухстороннее движение. Да. Да, значит сюда люди поедут вот так. Могут выехать из города, а сюда могут заехать. Вот тут и вот. Неужели здесь... Нет, тут нормально, нормально. Короче, надо глянуть. Надо глянуть, как у нас здесь будут ехать вот эти вот фуры. Вот она. Вот, 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 вот она. Вот эта фура туда едет. Сейчас мы глянем. Куда она? Ну, дай же, дай же на тебя тыкнуть. Вот так вот следить. Будем следить за ней. Она едет вон туда. Вот, нормально. Как-то мы ни хера... Не туда, не туда она поехала, но и хрен с ней. Вроде рыба, 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 рыба. Секундочку. Вообще тут есть возможность туда нормально поехать? Это не то, это не то. Короче, это должно сработать по-любому. Будем наблюдать за этими делами чуть позже. У нас есть проблемка. Очень большой спрос на потребность, короче, в жилых зонах. Здесь у нас есть вот такая вот земля, которую мы должны обработать. Обрабатывается она очень, как бы, легко. Вообще проблем тут нет. Опять же, берем дороги. То есть, я вижу, здесь у нас проблемка с водой. А в чем проблема? Трубы не наложены? Нет, не проложены. Есть все. Ага, доступность водопровода, доступность канализации водопровод. Так, секундочку. Бюджет, что у нас по бюджету? Блин, уже много, уже 808. То есть, на 128% это у нас, как бы, работает. Давайте мы это увеличим, этот показатель. Да пусть будет до 150. Вот так вот, да? Да, пусть будет. Как бы, вода должна сейчас появиться на самом-то деле. Все, вода появилась. У них проблем с водой нет. Единственная проблема есть, это жилые кварталы. Жилые кварталы, жилые районы. Вопрос. Как его сделать? Круг сделать? Ну, не хочу. Тут у нас уже такой вот большущий прям круг есть. Нам нужно это как-то вот по-хитрому, что ли, по-умному. Ну, как бы, и по-умному, и по-хитрому это, как бы, не всегда получается. Но, 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 но. Но, что-то надо придумать. Сейчас, секундочку. Нет, к кругу этому мы привязывать ничего не будем. Я попытаюсь. Я гляну, что у нас тут получится. Деньги, если потратятся, это не проблема. Это вообще не проблема, потому что с деньгами у нас вообще проблем нет. 3900 долларов в неделю. Это много, мне кажется. Вот так. Блин, у нас тут круговая, как бы, слишком много этих дорог. Я тоже, как бы, не хочу делать вот здесь. Перекрестка, то есть. Чем меньше перекрестков, вот этих вот, да, тем лучше. Кстати, вот здесь можно еще сделать круговую, вот эту вот реально главную. Было бы интересно. Было бы интересно. Сейчас мы на этом еще посмотрим. Блин, ломать дома, что ли? Да и пусть будет. Ломать так ломать, блин. Все. Вот. Нормально? Нормально. Вот такая вот форма у нас будет. Дальше. Здесь мы делаем то же самое, потому что мне нравится прям, когда у нас симметрия. Правда, я хрен попаду сейчас по симметрии. Три точки, да? Ну, типа, здесь одна, наверное. Вторая. Далековато, мне кажется, я сейчас ушел. Сейчас надо посчитать. Ага, симметрия моя работает. Ты видишь, как прям серединочка здесь у нас? Значит, мы с этой же... А, и тут есть дорога какая-то подешевле? Я не знаю, вот сколько я сейчас потрачу, если я сделаю вот... 1200, блин, ну много. 1240 сейчас тратить на вот это вот. Значит, чисто ради интереса я сделаю вот так. Вот. Нашел. Нашел точечку, где можно сделать прям ровненько все. Надеюсь. Надеюсь на это. Надеюсь, что все у нас как бы чики-пики будет. Блин, ну... Че-то как-то... Че-то как-то, мне кажется, высоко я туда пошел. А, нашел. Еле-еле. Вот в полном серьезе. Мне кажется, это даже... Ну это что, это? Блин, ну трудно, трудно тут соблюдать. Дома поломаю, да? Блин, скорее всего сейчас будет... Не, не ровненько. Не ровненько. Вот эта полоса, мне кажется, чуть длиннее. Да и хрен с ней, если даже она будет длиннее. Но мне кажется, вот эта вот дорога должна быть все-таки. Вот я же, типа, просто очень парюсь по... Не то, что по перфекционизму. А потому, что есть люди-перфекционисты у нас на канале. Которые прям страдают от этого. Они в полной серьезе страдают. Прям жестко. А жестко страдать как бы мне тут... Не нужно. Понимаете? Не нужно мне тут страдать. Ну тут я не пройду, потому что здесь у нас парк. Но я это и соединять как бы не буду. Блин, ну нормально вроде, нормально. Все нормально. И здесь можно вот так вот выйти. Вот где-то вот сюда, что ли, да? И потом вот так вот красивенько сделать. Вот. И сюда вот соединить. Ну, не ровненько получилось. Я представляю, что там у нас в комментах сейчас начнутся как бы... Люди будут падать, короче, в обморок. Потому что как же так, Кен? Ты че, блин? Че за фигня, блин? Че за дела? Как ты так мог построить это все говно, блин? Сделай по-нормальному. А как тебе по-нормальному сделать, если ты хрен тут этой... Эту симметрию замутишь. На, вот так вот, да? О! Симметрия! Симметрия твою же медь, блин! О, смотри, как красиво, красиво. Правда здесь, мне кажется, полоса этого чуть длиннее получается. Ммм... Да. Как-то вот так. Все. Я доволен. Я доволен, короче. Парк переместил все-таки. Он был вот этот вот паркетский, да? Вот такой вот красивый, да? У нас парк такой маленький. Но он все-таки красивый, потому что он дает только плюсы. Он был тут. Я его переместил, чтобы присоединить вот эти вот дороги. Тут будут все же шесть дорог, пристыкованные к этому кругу, что ли. И сейчас я могу этот круг, вот этот кружочек, да, сделать главной дорогой. Значит, для этого мне потребуется... А, это и есть, кстати, круг. Но я не знаю, он главный сейчас? Тут есть знаки стоп? Секундочку. Ни хера не видно. Стой. Не, знаков стоп нет. Знаков стоп нет. А давайте мы его попробуем. Сделаем стрелки. Такс. Настройка дороги. Приоритетная. Во! Есть контакт. Все. Теперь это у нас очень такой важный, как говорится, важная развязочка, где стоят знаки стоп. И налево тебе поворачивать нельзя. Это само собой. Значит, мы подготовили почву для строительства... Блин, тут у нас вообще красиво все получается. Для строительства определенного такого нового района. И теперь мы будем это все делать. Магазинчики, я вижу, у нас тут уже как бы есть. Правда, они шумные. Вот сколько шума здесь у нас делает этот магазин. Секундочку. Сейчас глянем. Это здесь шумы? Нет, это ветер. Загрязнение шумовое. Есть загрязнение шумовое? Вот, нет, вот. Да. Ух ты. Нихрена себе. Сказал я себе. Это так много делают шумомагазины. Хрена себе, блин. Нифига себе, блин. Я хотел, чтобы у меня тут люди... Ух ты. Ну это вообще молчу. Шум создают объекты промышленности. Это понятно. Дорожное движение и так далее. Короче, все подряд. Это много. Это много. Я хочу, чтобы здесь люди жили. Так, нам срочно нужно убрать пару магазинов. И сделать какой-то район для... Я не знаю. Для магазинов. Просто-напросто. Потому что это вообще ни в какие ворота не входит. Ты чё? Стоянба, блин. Ёлки зелёные. Короче, магазины будут только здесь внутри. В таком случае пока что. Не знаю, сколько там шумов у нас будет. Это значит, мы сейчас меняем территорию под... Можно вот так? Да, можно. Меняем полностью. Да, вот это вот вообще всё убираем. У нас только в центре будут... Вот здесь по кругу. Маленькие, но они будут всё-таки. И посмотрим, сколько шумов это сделает. Здесь даем добро на постройку... Уже домов непосредственно. Само собой, вот эти вот дома как бы уйдут. Так, секундочку. И, конечно же, здесь будут тоже люди строиться. Да, дома, дома, дома. Вот, Меркентавр даёт вам разрешение на постройку. То есть на стройку своих домов. Тут у нас даже... Ты видишь, тут у нас даже есть даже деревья. То есть всё культурно, цивильненько. По-быстренькому, по-быстреньку вот так вот делаем. Чтобы люди строились, чтобы они были... Парк, правда, надо поменять. Вот вам, вот вам столько мест. Вот у нас шкала, видишь, вот тут написано. Большая потребность в жилых зонах. Вот много сейчас я дал им построиться. Правда, здесь ещё как бы непонятно. Здесь мне нужно будет ещё немножко замудить, чтобы было всё красиво. Здесь у нас будут магазинчики. Магазинчики. Где я что ещё не потыкал? Вижу. Да, мишки, да, мишки, да, да, мишки. Люди, люди должны жить хорошо, красиво. Ага. Тут у нас вот такая вот дорога. Значит, блин, ну это как-то же надо заполнять, нет? О, ещё одну дорогу вытянуть туда, да не хочу. Вот отсюда, походу, надо будет. Или отсюда? А вот отсюда, значит. Вот отсюда. Вот сюда. Вот да. Да-да, вот значит, ещё. А, смотри. Серединочка у нас. Тут уже хрен поймёшь, где середина. Ха, нифига не середина. Уже вижу, что нифига не середина. Да, понимаешь, да? Середина круга, вот она на самом-то деле. Якобы. Якобы. Вот здесь должна быть середина. Вот сейчас я вижу уже свою ошибочку. Ну где-то, короче, косяк был. Сейчас поправим, ты что думаешь? Сейчас всё будет, смотри. Херак, херак. Люди же ещё не построились. Сейчас мы пока что на паузе, поэтому я могу себе позволить вот такие вот вещи. Правда, здесь посчитать. И охренею тут сколько надо посчитать. А вот сейчас уже другое дело. Дорожка у нас идёт красиво, значит, у нас всё вообще шикарно, великолепно. Сейчас опять же только дам вот это вот дело, чтобы они, ну, имели возможность здесь строиться. Странно, что-то у меня за окном. Разлетались вертолёты. Очень странно. Чё за звуки. В это время-то, ё-моё, блин, ночью. Что у нас дальше? Всё. Тут дорожка есть? Есть. Отлично. От этой дорожки у нас ещё вот вправо-влево, короче, ещё пару дорог, короче, пойдут. Наверное, вот. Нет, так нельзя. Вот так вот, наверное, да? Да. Смотри, всё красиво. Всё у нас симметричненько. Погоди, я сюда куда? А, вышел, короче, вышел с этого бе... Блин, ну... Тогда и тут выйдем. Вот так вот. Вышел. Ну, с этого угла. Вот так. Чё-то странненько. Погоди. Тут ровненько прям, да? Серьёзно? Ага! Лишний такой... Манёвр у нас тут был. Ну, тут тоже вышел немножко, я считаю. Да нет, вроде линия такая. Чи-чи-чи-чи-чи. Ага, всё-таки, блин, смотри, как у нас всё-таки... Ой, это очень... Чётко, прям отчётливо видно, что есть где-то ошибочка. Чтобы её не было, это делается вот так, вот так и вот так. Потом это всё удаляется. И всё получается шикарно. Всё. Тут то же самое. Люди будут здесь жить, само собой. Мы даже сейчас зелёный свет включим, потому что людям надо уже где-то жить. Всё. Им всё по кайфу. Мы сейчас проводим трубы. Вот такие вот трубы с водой. Да. Соединяем, конечно. Конечно, соединяем. Как же без этого? Тут соединяем. Блин, здесь как бы тоже нужны трубы, потому что им надо... Везде нужна вода. Но, блин, столько воды. Немножко экономить. Меня вообще ругали в комменты, что я слишком экономный. Как можно ругать человека за то, что он экономный, блин? Я не пойму. Вот серьёзно не пойму. Вот так вот. Всё. Или это не подключено? Не, подключено. Всё нормально. Всё работает. Люди начинают уже строиться. Возле парка, блин. Сразу же. Возле парка. Нет. Парку нужно поменять местонахождение. Парк стоямо, стоямо, парк. Парк. Иди сюда, парк. Куда я тебя потыкаю? Там у нас один парк есть. Следующий парк, значит, я хочу его где-то, где-то, где-то. Ну, ну, ну. О, по кругу. Блин, дома тут как бы поломаю. Не хотелось бы ломать здесь дома. Значит, пусть будет парк где-то здесь. Да. Всё. Вот так. Так, смотри, эти вот. О, они, короче, не рады были из-за того, что парк убрали. Потом сразу порадовались. Запускается игра. Сейчас посмотрим на то, как у нас повлияет вот эта вот шкала. То есть, как повлияет то, что мы построили, на эту вот шкалу. Я вижу, у нас проблемка уже с мусором. В чём проблема? Скопился мусор. То есть, у нас не хватает ресурсов для мусора. Понятно, блин, 200%. 200 долларов. То есть, само собой. Сейчас глянем, где у нас находится мусор. Загрязнение. Ай, я не помню. А чё не помню? Отходы. Вот у нас. Ясно. Состояние переработки. Да, переработка у нас страдает. Вот у нас переработка здесь находится. Там у нас пожарчик. Отходы, чтобы вывезти мусор, построите свалку или утилизационный завод. Обработка мусора создаёт загрязнение, поэтому соответствующие комплексы нужно размещать подальше от жилых кварталов. Это само собой, мы это сделали. Мусор, накапивающийся в жилых массивах, также со временем создаёт загрязнение, поэтому нужно обеспечить для города достаточные возможности для его вывоза. Ага. Переработка. О, ясно. Я всё понял. Я свою ошибочку понял. Мне кажется, прям можно прям до ста процентов, наверное, поднять сразу, да? Это ночью? Ночь наполовину. Да. Или дохрязает, пусть будет так. А можно ли мне... Нет, у меня же день сейчас. Так, оставим. Всё, игра пошла. Сейчас посмотрим, если решится проблема с мусором. Ну, они должны сюда приехать, как в машины. Смотри, такое домишко. Интересный. Дальше. Чё у нас тут? Тут у нас ещё немножко пропустил вот этот вот момент. И здесь как бы должны вот туда вот дороги уйти, да? Уходить. Знаю, что много перекрёстков. Блин, ну не без этого. Не без этого. Серединкус. Вот твой серединкус. Вот отсюда вот пойдём. Наверное, вот так вот, да? Терпимо. Терпимо. Бывает и хуже. В полной серьёзе. Бывает и хуже. Поэтому. Поэтому терпимо. Я же говорю. О, как кровненько, видишь? Прям линию прям поймал. Туда. Дома, дома. И я извиняю. Я извиняюсь. Вы там хотели строиться, но я, блин. Вот говнюк мэр этот. Всё дороги до дороги строит. Всё, всякую хрень тут строит. Не забудьте заглянуть. Новые здания. Я в курсе. Я в курсе. Там у нас новые здания. Но мэр сейчас думает о деньгах. А мне сказали, что типа я слишком много экономлю. Нет, я нихера не экономлю. Вот. Так, бюджет по электричеству надо поднять. Вижу. Делаем вот так. На 120%. И днём, и ночью. Пока. Мусор, надеюсь, успеют вывезти. Не забудьте новые разблокированные здания. Это что? Это автобусное депо. Блин, вот как меня бесило в этой вот игре автобусы ставить. Метро ставить. Общественный транспорт. Оказывается, я тут прочитал. Блин, вот этот автобусное депо. Это очень важная штука. Мы ею займёмся. Но есть новое здание. Центр по уходу за пожилыми. У меня есть пожилые в моём городе. Пожилых людей 179. Заболевших пожилых людей 5. Средняя продолжительность жизни. А я про такие цифры не помню, чтобы у нас такие были раньше. Ещё новое здание. Центр по уходу за пожилыми. Здесь у нас детская больница. Детей вы и подростков 804. Заболевших детей подростков 4. А что, вот эти вот 4 не повезут? В обычную больницу, в поликлинику или как? Больный Вержант 25. Доступно кое-вот эти вот. Блин, это просто денег стоит. 600 в неделю. То есть у меня сейчас 3000 в неделю. Если это построю, минус 600 будет в неделю. Здесь вот это вот, если построить детскую больницу, минус 500 в неделю. Это же ухухух. Это же ухухух. Не, нормально, пока что терпимо. У нас здравоохранение ещё держится на плаву. Это что, средний уровень здоровья? Надо, чтобы было выше, да? Ну, типа зелёный, это хорошо. Ну, этот синий, то есть. Высокий уровень. Надо повыше, типа. Блин. Пожилые люди. Чё вы так это? Чё вас так много-то? Цены по уходу за пожилыми. Давай, чисто ради интереса. Вот. Улучшу ли я этот... Фига себе, как он радиус большой берёт. Улучшу ли я этот показатель? Вот в чём вопрос. На, прям вот здесь. Блин, ну я там все дома поломаю. Вот сюда вот я его понатыкаю. Пожилые люди. Прошу вас. Вот. Так кто-то уже строится, бедный. Я ему дом поломаю. 22 тысячи долларов это стоит. Нифига себе, это дорого. На. 189 пожилых. Вот, я построил. Я построил. Сейчас смотрим. Средний уровень здоровья 53. Пожилых людей. Чё, не понимается ничего? Давай запустим, запустим игру. Вот что-то сейчас будет? Левый нихера не понимается. Но, надеюсь, это всё изменится в будущем. Пожилые люди, вам как бы надо было где-то в лесу домик этот построить. Но, к сожалению, кентавр, вот такой вот говнюк, он не хочет этого делать. Так, зато я вижу у нас проблема. Доступность к канализации. Давайте мой бюджет посмотрим. Да, всё, уже как бы проблем у нас прибавится. Будут добавляться и прибавляться и всё в этом роде. Нам нужны помпы. Вот эти вот. Отводная труба. По отводной трубе у нас проблем нет. Доступность к канализации. Нормально всё. У нас доступность водопровода. Проблема с водой. Откуда мы берём воду? Секундочку, откуда мы берём воду? Вот. Отсюда? И всё? У меня только одна помпа, и всё? Нет, это не серьёзно. Это уже надо менять, потому что, мне кажется, нам нужна нормальная водонасосная станция. Это у нас отводная труба. А мне нужна водонасосная станция. Воду всё-таки будем брать отсюда, то есть где-то из воды. Да? Да, воду из воды будем брать. Секундочку. Это нам даёт что? Скорость забора. 120 тысяч кубометров. А вот это вот 60 тысяч кубометров в неделю, да? Это стоит уход 240. Это вот стоит... О-о-о-о, так это повыгоднее даже будет-то. Друзья-то мои, поток воды у нас идёт отсюда. Всё, водосток у нас. Отлично. Херак. Одну штуку пока что ставим. Сколько я заблатил вообще за неё? В500, нормально. Деньги есть, трубы. Берём. Прокладываем. Ты видишь, сколько... Ну, не то, что проблема, а сколько надо решать в этой игре, чтобы всё работало. Вопрос только. Тебе дорога нужна? Вот тебе, В2-6002, нужна дорога тебе? Не вижу. Энергия нужна. Ну, ясный хрен, блин, что нужна энергия. На тебе один столб. О, ветер у нас тут хороший. Мы за... За зелёную энергию, поэтому столбешник тебе прям вот сюда в лобешник. Вот тебе столбешник в лобешник. Нет, чтобы всё охватывал, я вот так вот сделаю. Вот, отлично. На тебе. Энергия пошла, попёрла. Зелёная энергия. Отличный вариант. Да, вот крипер, чиппер, 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 крипер, как его там? Ты работай, работай, давай, тебе тоже надо. Отлично. О, там какие-то трупы. Скелеты, почему скелеты? В чём дело? А, множество проблем. Это что? Человек скончался, и его тело необходимо перевести. А в чём проблема? Необходимо кладбище. Капец, сколько проблем-то, а? А денег-то нет? А денег-то нет, слушай, вася, вася. Это стоит 8 тысяч. А у меня что? У меня целых 3 тысячи. Это очень мало. По показателям всего этого мы сделаем тут всё круто, как бы. Мы построили и... Как его? Промышленную зону у нас... Промышленная зона достаточно, коммерческая достаточно. И из жилой зоны тоже много. А вот кладбище... Блин, 8 тысяч. Не хочу кредит брать, не хочу. Сколько нам осталось до... Нового района? Фигасе, блин. Много осталось. Мне нужно брать кредит. Мне нужно... На самом деле, вот сейчас целых 2000 с хером людей. Чтобы вот это вот было... Чтобы мы перешли в другую, как говорится, другой этап. И... Это плохо. И нам дадут деньги. Давай кредит возьму. Друзья, вынуждено... Вынуждено нужно брать кредит. Первый кредит это у меня будет банк Silver Sunset. Процентная ставка 5%. Они дадут мне 20 тысяч. А есть банк Global. Они дают 60 тысяч. Под 10%. Блин, да хера, по идее. И под 15%. В смысле? А что это за бред, блин? На самом деле, в реале, как бы, чем больше сумма, тем меньше у тебя процент, блин. Че за бред такой? Очень странно. Да я хрен с ним. Берем 20. Берем 20-точку. Недельная? Че? Это... Погоди. Кенни... Что это такое? Недельная процент ставка, недельная плата. 253. 400 в неделю будут платить? Это что, серьезно? Осталось времени до 50... Фига себе, блин. Так, секунду. А, так это на дольше. Это на 260 недель. Блин, надо было этот брать. На самом деле. Он выгоднее, получается. Хрен за чем выгоднее. Меньше, короче, платить буду. В неделю. Ну, хрен с тобой. Я тебя уже взял. Поэтому мне нужно сейчас кладбище. Людей негде хоронить. Это значит... Кладбище. Покойникам необходимо место для упокоения. Шум 0. Загрязнение 0. Значит, можно оставить куда хочешь. 3000 пациентов мы можем сюда похоронить. Кладбище. Можно ли? Нельзя. Или можно? Просто дорога нужна, наверное, да? Да, вдоль дороги. Понятно. Пока что... Пока что... Кладбище. Давай мы сюда... Да нет, это... Ненормально кладбище туда ставить. Блин, ну... Смотри, это у нас центр для пожилых. Я изверг какой-то. Полная серия. Блин, ну... Я не знаю, через дорогу. Твоё же умение. Через дорогу кладбище построить. Это... Это полнейшая жесть. Ну, я... Ёлки-балки. Вот это вот капец. Ну, я, наверное, попробую. Я вот чисто ради интереса... Я поп... Блин, ну, жёстко будет. На самом деле жёстко будет. О! Ну, все рады, чё вы так? Все рады. Смотри. Центр по уходу за пожилыми. Есть? Есть. Пошёл вот так вот спокойненько пошёл. Перешёл дорогу. Вот сюда. Вот. И тут вход в кладбище. Вот. Нормально. Ну, как бы... Вы понимаете, связь, да? Далеко их возить не надо будет. Пробок создавать не будем. Ёлки-балки. Вот это вот я... Я добил. Но бывает. Тушат. Тушат. Шикарно. Дальше. Тут всё окей. Люди... Не знаю. Там деньги капают меньше уже, потому что затратов много. Плата за... Какой плата? Чё за плата? А, плата за проезд, кстати. Здесь же можно... КПП ставить односторонний пункт взимания платы. Хорошо. Пункт взимания платы. ПВП. Собирает плату с проезжающих через них автомобилей. Плату можно менять на информационной панели. Автомобилям необходимо останавливаться на короткое время, чтобы оплатить. То есть платить пешеходы не ходят через ПВП. Блин. Дело в том, что эта штука создаёт пробки, по идее. Знаешь, да? Ого. И нужно место, кстати. Фига себе, блин. Чё так? А, это целая... Это есть целая дорога, как бы, с этой оплатой. И? На въезд в город? Нет, не хочет. А это что? Двухсторонний. А, двухсторонний пункт взимания платы. На вам двухсторон... Да, это прям отдельная дорога. Но это по автобанам. По идее, это, мне кажется, по автобанам надо ставить, а не в городе. Да, это большие тут. Две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону. Здесь ставить, по идее, нет смысла. Вот, серьёзно, нет смысла. Да, автобаны у нас будут между городами. Кстати, говоря о между городами, мне нужно купить вот эту вот зону, потому что здесь есть у нас, сейчас я скажу, природные ресурсы. Да, здесь у нас есть плодородные земли. Они есть и с левой стороны, но каким-то боком они мне не нравятся. Я хочу здесь купить и тут снизу вырастить лес. А давайте купим прямо сейчас. Сколько это стоит? 21 тысяча у меня. Блин, 4 тысячи многовато, но... Знаю, что... Знаю, что... Блин, даже не знаю, что сейчас смутить-то. Купить там и сделать это всё дело или нет? Хватит ли мне денег? Для всего этого новый фрагмент карты. Ну... Чё тут нет? Внешней связи по шоссе у них нет. А, зато тут есть... А, там поезд есть. Секундочку, покупаем. Купить. Всё, мы купили ещё одну точечку. Отлично. Вот это вот тоже моя территория. Отлично. Да, вот это вот наша зона. И вот это. Тут есть какие-то камни. Да. Я что-то раньше такого не помнил, не видел. Вот именно такой штуки. Станция какая-то. Старая, правда, но... Это даже не станция, это какая-то свалка. И что-то мне кажется, что её даже можно будет убрать. Блин, прикольно. Смотри, сделали круг. И из этого железной дороги. Я не знал, что можно прямо вот так вот круг сделать, замутить. Но... Нормально. Нормально, мне нравится. Железная дорога, это всегда хорошо. Нам бы сейчас придумать здесь по-любому кое-что. Но... Хотелось бы это увидеть. Работает уже? Рыбозавод. Рыба. Хранилище 4 тонн из 30. А чё так мало-то? Коммерческие. Мне нужно, чтобы эта работа на полной. То есть, чтобы это приносило деньги. Денег побольше. Бюджет. Нет, налоги. Хорошо. Вот, рыбная промышленность. Доходы. Чего? Мы в минус жёсткий уходим. Расходы 600, блин. Прибыль. Минус 600 с чем-то. Общая прибыль. Мы в минусе жёстком. Такс. А, секунду. Это у нас доходы по жилым зонам, да? Это чистая прибыль, нет? Сейчас я вспомню, как это всё работает. От жилых зон. Это все доходы. Да, это, скорее всего, чистая прибыль, мне кажется. Вот, 4000 даёт нам жилая зона. Это у нас коммерческая зона. Это у нас нефтяная. Не нефтяная, это вот, как его, промышленная зона. И рыбная промышленность вообще в жопе. Но это плохо. Это надо менять. А чем? В чём проблема? Недостаточно рыбы. Вы едете вообще сюда? Вот фуры как бы. Вот машины едут, да? Если машины могут ехать сюда, то и фура сюда вот так приедет, вот так вот заедет. Вот это сто пудов сюда едет, смотри. А, это рудовоз. Нет. Такс, что с рыбой? Работников 9 из 26. Тут проблема есть или нет? Удалить маршрут. Может маршрутов больше сделать? Используется фур 0 из 6. Эффективность рыболовного маршрута 100%. В нормальной эксплуатации рыболовный. Это вот уход 80. Это здание производит рыбу. Я нажимаю, что это даёт? Это здание производит рыбы. Рыбу. Что-то она прыгает, эта штука. Шкала какая-то или что это? Их больше надо делать или... Или ещё маршрут сделать? Работников 9 из... Тут всё хватает. Ага. Людей с образованием нет. Нужно с образованием 10 человек, а их там 0. Плюс к этому с высшим образованием уже надо. Ты прикинь. Так, с школы. В этом всё и вся проблема. Тут нет, не хватает квалифицированных работников. Где я смотрел-то? Открыть панель бюджет. Тут есть и по рыболовству бюджет или... Или что? Я не вижу. Ну, тут бюджет по рыболовству менять как бы нельзя. Я не вижу его. Только если здесь мы увидим. Ваши доходы от рыбной этого... Да, понятно, что говно дохода. Это ясный хорен. Рыбная промышленность. Ну, давайте. Нам нужно больше. Да, нам нужно больше людей. Больше образования. Хорошо. Сейчас нужно, значит, заняться образованием. Сейчас. Но... Секундочку, секундочку. Сейчас зайдём. Ритуальные услуги. Доступно крематориев. А нам надо? Они нужны? Кладбище как бы есть, оно работает. Уже погребен... Погребено. 10 человек. Здравоохранение в топе. Детская больница 63 растёт. Уход за пожилыми. 55. Было 53, 55 стало. Нормально. Нормально. Пойдёт. Всё. Школа. Ты где? Знаю, никто не любит школу, но бывает. Такое ей тоже нужно заняться. Начальная школа. У нас есть хотя бы одна? А нихрена. У нас ни одной школы нет. Высшая. Университет. Смотрите, ниже... Это... Как его? Начальная школа. Отвечающих... Отвечающих требования 33 чего? То есть 303 человека нуждаются в начальной школе, походу. В высшей школе 0. 0, 0, 0. Потому что ещё тут нету этих, которые закончили школу. Так, секундочку. Значит, что у нас тут есть? Я просто всё вспоминаю. Начальная школа и высшая школа. Давайте начальную школу. И тут у нас ещё какая-то штука есть. Публичная библиотека. Это не то. Районная школа. В чём вообще разница? Сейчас надо понять. Здесь дети местных жителей получают базовое образование. Альтернатива обычной начальной школе. Значит, смотри. Вместимость студентов 250. Здесь начальная школа. Вместимость... 300. Стоит уход в неделю 160. Здесь у нас 240. То есть... Это выгоднее. А в чём мне прикол в таком случае? Приколочек, что это на паузу поставим. В чём прикол? Здесь у нас 160 уход стоит. И 10 тысяч она сама по себе стоит. А вот это вот... 240. Она дороже по уходу и вместимость меньше. Я беру тогда основную школу. Самую-самую. Блин, основную. И куда-то её надо тыкнуть. Но... Наверное, сюда. Да, пусть будет здесь. Вот. Начальная школа. Всё, начальная школа есть. У нас есть нужда в высшей школе или нет? Высшая школа. Пока что нет, потому что эти ещё не отучились. 300 людей. Выпускников 0. Ну, короче, когда будут выпускники, я, походу, сделаю вот эту высшую школу. Потом библиотека. Посетить публичной библиотеки. Число мест. А что у нас тут? Есть библиотека? Я не помню такого. Районная школа. Это у нас школа искусств. Вот она, да? То есть я раньше её не помнил. Уход 400. Развлекательная ценность, кстати. Нифига себе. На 100%. То есть 100 даёт. Библиотека — это культурно-просветительское учреждение, в котором собраны книги, видеозаписи, газеты, документы. Ну, окей. Но мне кажется, пока что мне не надо, потому что, блин, затраты всё-таки. Хотя... Блин, стоимость 92 тысячи. Я останусь без денег. Нельзя так. Так нельзя. Друзья, почему у нас люди уходят? Умирают, что ли? Изменения за неделю. Минус 18 человек. То есть... Прихода людей нет. Это плохо. Это что? Здоровье. Ветер. Где у нас привлекательность города? Счастье горожан. Тоже немаловажный показатель. Когда все потребности горожан удовлетворены, у них есть работа и от того, то у них всё круто. Что у нас за проблема? 56% счастья жилые зоны. 56%. А почему так мало? У вас вроде бы как всё есть. Что это такое? Супер резиденс. Здание жилой зоны низкой плотности. Семей. Один из один. В чём проблема? Историческое здание нет. Три ребёнка без образования. Короче, все без образования. В этом проблема, да? Но у них какие-то проблемы. Не знаю, в чём проблема, но им чё-то не нравится. Странно. Очень странно. Так, чё по рыбе, блин? Заколебали. Работников. А тут что по работникам? Тут тоже нужны, да? Тут нужны, блин, с образованием 20 человек надо. И с хорошим образованием. То есть со школы надо было уже заниматься чуть раньше. Хорошо, мы школу поставили. Это понятно. Она у нас вот как выглядит, чтобы вы понимали. То есть мы строим, строим, а я не показываю всё это. Вот такая вот у нас начальная школа. Работает? Работает. Сейчас посмотрим, сколько людей. 35. Ну, сейчас будет 300, потому что нуждающихся в школе было 300 с чем-то человек. Даже одной школы будет мало? Серьёзно? 320, прикинь. А, добрый кей, нормально. А высшая школа ещё не требуется. Хорошо. Окей. Деньги есть. Рыбы нет. С рыбой надо что-то решать. Но мне кажется, всё-таки образование это всё решит. И больше нам ничего не надо будет делать. Потому что будут люди умные. Будут добываться больше рыбы. Блин, ну, хранилище 5 из 24 тонн. Блин, всё-таки, мне кажется, нужно сделать маршрут. Давайте мы ещё один маршрут сделаем. Как его делать-то? Я не помню. Удалить могу. Стой. Это здесь. Я только что увидел фуру. Куда она едет? Стой, 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 стой. Только что увидел фуру. Вот так. Как она оттуда выйдет, мне интересно. Давай, ускоримся. Ускоримся, давай. Кто интересовал? Отлично. Сейчас посмотрим. Смотри. Люди опять прибывают в наш... Стояба. В наш город. Цифры показывают, что у нас целых 34 человека приходят. В наш город это хорошо. О, по мосту едет. По мосту едет. Это хорошо. Отлично. И заезжают сюда. Опля. Стой, 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 стой. Куда ты будешь сейчас ехать? Тоже интересно. Это очень важно. Потому что я должен понять, если это у нас всё работает. Иначе это будет всё говно. Да, работает. Он проезжает, останавливается, пропускает людей и едет дальше. Круто. Работает всё как по часам. Правда, рыбы просто мало. Он всё отвёз. И здесь у нас рыбы стало нихрена. 8 из 26 тонн. Давайте мы ещё один маршрут сделаем. Как я тут маршруты-то делал-то? Да, вот она. Она в промышленности. Идёшь вот сюда. Ага. Вот. Вот те маршруты тут были. Я просто забыл. Рыболовный маршрут. Давайте мы ещё один сделаем. Не знаю. Поможет? Не поможет. О, у нас есть возможность подальше пойти. Берём отсюда. Один только? В смысле неправильная форма. О, так это только один маршрут делается. А-а-а. О. Вы чё, серьёзно? Только один? Какая неправильная форма? Странно. Место уже занято. Ну, как бы... Ух ты, тут вода грязная. Капец. Капец, тут вода грязная уходит туда. Ё-то. Так, с маршрута делается, походу, только один. То есть одно вот такое здание, да? Это у нас рыболовецкий... Да, глупо, блин. Мне что, два делать? Ну, я могу. Как бы, если захотеть, то можно, как бы... Ну, странно, странно. Согласитесь, что это очень странно. Только один маршрут сделать. Ну, дай же, блин, тут. Вот. Ну, соединись с этой дорогой сразу, не? Не хочешь? Поближе хочу. Стой. Поближе, значит... Камни уберитесь. Отлично. Сейчас они... А, ну не так. А не так же ты? Окей, не хочет. Что-то и этому маршруту здесь не нравится. Может, нормально ставится. Во. Хотя бы так. Хрен с тобой. Ага, такие перепады, капец. Не-не-не-не, будет... А, будет снесено. Нет. Нет, и что, какое снесено. Вот здесь же проблемка у нас появилась. Оп. Все, проблемы нет. Жесткий подъем. Но бывает. Такие перепады бывают. Хорошо, есть проблема. Проблема решена. Дальше. Что мы делаем? Мы тут должны провести воду. Это ясный хрен. Вот тебе вода. С энергией, надеюсь, проблем не будет. И давайте я сделаю еще один маршрут. Маршруты здесь. Маршруты здесь делаются. Глупо. Вообще глупо. По одному маршруту странно. Один порт, один маршрут. Очень странно. Единственная проблема. Я помню, что вот эти вот, которые вот тут как бы ловят рыбу. Вот смотри, корабль только отъехал, да? Отплыл, то есть. 25% заполненности у него. Он очень быстро заполняется. Давайте посмотрим, на каком расстоянии он уже заполняется. Давай, давай, давай. Плыви, плыви. На третьей скорости поставил. Короче, у него 100% наполняемости. Вот, достиг 100%. А маршрут здесь, охренеть, какой здоровый. Да, покажи ты маршруты. Он там уже на 100% заполнился. Ему вот так вот плыть обратно даже не надо. По идее. Поэтому мне нужно их отправить туда и обратно. Ну, в данный момент я могу вот... Нет, ну давайте, чтобы этих больше было. Тунцали, моллюсков, моллюски, моллюски. Нам нужны моллюски. Значит, мы их отправляем вот в такую срань. Ну, типа даль. Да, вот в такую вот. И полностью обратно. Давай, давай, обратно, обратно. Не будем мы там вернёй страдать. В смысле? Ага, вот так вот. Во. Туда и обратно. Наполнятся ли... А наполнятся ли корабли так быстро? Или нет? Это наш? Это наш. Сейчас посмотрим. Вот это то есть корабль, который вышел отсюда. Давайте глянем. Его маршрут где-то достигает до этой вот точки, мне кажется. И будет ли 100% там или нет? Или ему сделать надо маршрут такой, чтобы он туда и обратно, и у него было 100% достиг? Далеко сделал маршрут, далеко. Да, я понял ошибку. А давайте сделаем по-другому. Вот чисто у нас же пальму, обнова как бы по рыболовству, значит, я удаляю маршрут полностью. Конечно, да, удаляю маршрут. И делаем ещё один маршрут, потому что нам это не нравится. Но мы должны зарабатывать на этой штуке. Вот. Вот сюда. Ну, это мало будем, мне кажется, не? Вот так вот, да? И обратно, чисто ради интереса. Запускаем. Ну, лови, лови, лови. Я хочу 100%, что ты приехал со 100% приплыл. Со 100% мне кажется, будет. Будет. Нет, не будет. Очень короткий маршрут, я не за короткое время буду добывать... Бля, ну, 100%... На 93% тоже пойдёт. За короткое время буду добывать очень много рыбы, мне кажется, нет? 8 тонн уже из 26. Давайте глядем. Тихо-тихо-тихо, скорость большая. Из 26. Здесь у нас тоже 8, в принципе. Будет ли больше или нет? Я сейчас запустил игру жёстко, как бы, на третьей скорости, потому что надо это посмотреть и понять, если это всё сработало. Маршруты, если укорачивать. 8. А, это работников, блин, это не тонн. Вот у нас рыба. 5 из 24. 5 из 24. Короче, странно. Или всё-таки нужно увеличить умных людей, чтобы они тут работали всё-таки с образованием. Или всё же маршрут, то, что он короче будет, это будет хорошо. Посмотрим. Но рыба наполняется, я вижу, это круто. Но фуры, как бы, приедут, они это всё возьмут. Хорошо, друзья мои, новое здание. Давайте посмотрим на новое здание. Это что у нас, метро? Нет. Автобусное депо на биотопливо. Кстати, крутая штука. Но много денег жрёт. Тысяча почти что в неделю. А это? Автобусное депо. Да? Я в курсе, как бы, что я могу купить ещё один участок земли. А-а-а. А почему я не заметил, что мы прошли... Нет, мы не пошли, другой. В смысле, откуда у меня столько денег? Я не прошёл же на другой уровень, типа районный городок. Там это вот, это ещё не пройдено. У меня ещё нет 4200 человек. Откуда у меня столько денег-то? Трудно. У меня же было 20 тысяч, блин. Короче, промотаю. Сам-сам пересмотрю и сам гляну. Друзья, на этом мы заканчиваем, потому что видосик у нас очень длинный получается. Прям слишком длинный. 53 минуты, мне кажется, для такой игры... Ну, это многовато. С этой территорией я попробую всё-таки сделать кое-что в следующей серии. Потому что, видите, много дел. Тут как бы надо развиваться. Но здесь у нас показатели хорошие. Кроме как магазинов надо побольше. Люди жалуются, что у них нет магазинов. Но, опять же, этим мы будем заниматься в следующей серии. Давайте глянем. То, что я убрал тут все магазины, это мне сейчас помогло. Да, с шумом помогло. Потому что шум есть, но он только здесь так, немножко есть как бы посередине. А другие как бы отдыхают. Они, ну, живут, скажем так, здоровой жизнью. А что такое? Недостаточно клиентов. Вы что, серьёзно? Вы просите. Вот у нас шкала есть по потребности в коммерческих зонах. То есть их надо больше делать. Вот у нас коммерческая зона, которая говорит, что недостаточно клиентов. Вы что, прикалываетесь? Нахрена вам больше тогда коммерческих зон, если у вас и так не хватает клиентов? Странно. Окей. Решим проблему в следующей серии. Кстати, а что тут такое? Рыбный рынок. А почему проблема с рыбой? Я не понял. Работников 15. Опять тут нужно с образованием. Режим. Продают напрямую потребителю. Продано рыбы на прошлой неделе. 30 туристов на прошлой неделе. Короче, разберёмся, друзья мои. С вами Блокентавер. Это была игра City Skylines. Не забудьте, если вам всё понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь, конечно же, на канал. Рассказывайте друзьям о нашем канале. И, само собой, увидимся с вами в следующей серии. Чем больше лайкосиков, тем быстрее появляется серия по данной игре. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok